Сладких снов пожелали наринмарцы бурому медведю Миша. В субботу на территории заповедника Ненецкий прошел традиционный праздник. Главный герой, 25-летний Миша, принимал угощение от горожан и мягкую постель из елового лапника от сотрудников заповедника. Какие еще сюрпризы ждали гостей праздника, расскажет Ольга Русул. Всю свою жизнь, четверть века, бурый медведь, любитель наринмарской детворы, провел в неволе. И только последние шесть лет он живет в комфортабельных условиях, и в его честь устраивают замечательные праздники. Кажется, что весь город приехал пожелать Мишке сладких снов. Сам виновник торжества немного нервничает. Ведь для того, чтобы доставить зимнюю постель, сено и еловый лапник, медведя пришлось выманить из берлоги и закрыть в дальнем вольере. Сегодня он, конечно, не заснет. Он будет делать себе, вот сейчас мы ему все приготовили, тот же лапник, сено. Он будет себе обустраивать место еще несколько дней, все это несколько раз туда затащит, вытащит. То есть он будет еще заниматься обустройством себе места, скажем так. Не только новая постель будет скрашивать долгую медвежью спячку. В этом году сотрудники заповедника провели в вольере небольшой ремонт. Залили полы бетоном, поменяли на стил в берлоге. А перед тем, как уснуть, Миша непременно должен съесть все угощения, принесенные ему детворой. Первоклассница Настя передала медведю сгущенку, потому что это лучший подарок. Мы один раз с садиком в экскурсии сюда ходили, и моя подружка кинула сгущенку, и он всю сгущенку слопал. Тем временем, пока Миша принимает подарки, его гости увлеченно участвуют в игре. Мы проходим квест. Сложный квест? Очень. Холодно, руки мерзнут. А вопросы сложные? Вопросы несложные, можно найти на страничках, нет, не на страничках, а пройтись. Если по территории, то можно найти ответы на все вопросы. Квест «Медвежий угол» Наталья проходит вместе с мужем и двумя детьми. Маленькая Милана особенно тщательно готовилась к сегодняшнему мероприятию. Даже нарисовала рисунок на медвежий вернисаж. Это принесла рисунок свой. Рисунок принесла на сегодня свой. Задания квеста разнообразные и занимательные. Их объединяет темы экологии. Задания такие, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Например, определить возраст у разных пород деревьев по годовым кольцам. Разложим мусор по ленте времени, по которой наши гости пытаются понять, как наш бытовой мусор в природе разлагается, разлагается ли вообще и сколько времени на это уходит. И мы проверяем, насколько правильно наши гости знают о том, какие бытовые отходы и как разлагается. Фото зоны, игры и горячий чай для тех, кто немного замерз праздник у медведя, как всегда, проходит весело и с размахом. С каждым годом, в принципе, и посетителей больше, и нам помогают и волонтеры, и сопутствующие организации. Например, Пустозерский музей нам в этом году помогает. Весной помогал турцентр. Поэтому, как бы, ну, пытаемся разнообразить мероприятия, различные проводить мастер-классы, различные игры для детей и взрослых. В настоящую зимнюю спячку бурый мишка заляжет приблизительно в середине ноября и проспит до весны. А в марте его пробуждение горожане снова встретят праздником – мишкины потягушки. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...